Накануне того, как я буду готовить самые вкусные блюда в своей практике, это видео появилось именно благодаря моей подписчице Мадине. Мадина, спасибо тебе большое. Я не выбирал молодую корову или красивую со струнной фигурой. Это трубец, он пахнет по-настоящему сногсшибательно. А можно я тебя понюхаю? Запах обалденный. Как пахнет трубец. Это нектар. Сетка свиньи, легкие, сердечко, лучок. Очень все классно. Надеюсь, что так же классно будет вкусно, как и пахнет. Это не передать словами. И называется оно ша... Это был как? Это великолепно. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я буду готовить нечто особенное. Нет, сегодня я буду кушать и дегустировать чеченское блюдо барж. Сейчас после дегустации вы узнаете, что это за блюдо, как я его готовил и что с ним интересного. Барж это коровий рубец, сердце, легкое, жир и, конечно же, пряности. Это очень простое блюдо, но очень вкусное. Такое же очень вкусное блюдо есть в разных национальностях и народностях всего мира. Я уже это все приготовил и сейчас я это буду дегустировать. И, конечно же, на каждой дегустации у меня присутствуют мои самые лучшие зерновые дистилляты. Сейчас у меня дистиллят из овса. Он крепкий, 54 градуса. Сладкий. Так мягко заходит. Класс. Здесь несколько вариантов начинки. Один вариант это начинка из риса, а второй вариант начинка из кукурузной муки. Потому что мои друзья и подписчики писали, что им нравится и так, и так. Я решил сделать два способа и проверить, какой же именно мне будет вкуснее. Как мягко режется. Отлично. Это начинка из риса. Аромат. Аромат очень вкусно приготовленного рубца. Так классно пахнет. И, конечно же, аромат начинки. Это не передать словами. Я думал, будет вкусно. Но чтобы так было вкусно, это просто за уши не оттащишь. Это такое вкусное, такое вкусное. Это великолепно. Очень вкусно. Но я хочу найти еще начинку с кукурузной мукой. Это начинка из кукурузной муки. В этом блюде очень важное, это правильный соус. Здесь нужен соус из майонеза и чеснока. Соусы вообще потрясающие. Но я уже слышу разницу. Здесь именно кукурузная мука. Это все вкусно. Но по сравнению с рисом, это совершенно проигрывает. О! Вот это оператор. Вот это я понимаю. Дистиллят из овса. Это классно. А тем более, вот такая обалденная национальная кухня. Ну, я ее приготовил. Все, отличный рецепт. Великолепнейший. Всем я советую, попробуйте. Теперь вот такую штучку. Но, я не удержался. И, конечно же, я захотел сделать третий вариант. Это русская няня. Это тот же самый рубец. С такой точной начинкой. Но внутри у него не рис. И не кукурузная мука. А там, конечно же, гречка. Или греча. Но разница еще и в том, что эти рубцы варились в воде. А этот рубец или няня, он запекался в духовке. Это запеченная требуха. О-о-о-о. Да, Гоголь был прав. Такую няню вы нигде не попробуете. Аромат гречи. Интересно, насколько отличается по вкусу запеченный рубец от вареного. Все очень классно. Друзья, смотрим, как готовить правильно баарш. Это блюдо готовится во многих национальных кухнях. И поэтому я хочу его приготовить несколькими способами. Это блюдо из требухи, коровы, легкого и сердца. У казахов есть похожее блюдо. Оно называется карын-бурме. Таджики называют такое блюдо ишкамача. Шотландцы называют свое блюдо хагис. Кыргызы называют быжи. А в Узбекистане готовят хасиб. Чувашии готовят шертан. Все это производные одного и того же блюда. В них используется или бараний, или коровий желудок. А также вот такое красивое сердечко. Сердечко я выбрал сам. Для того, чтобы блюдо было очень вкусное, нужно выбрать молодое и хорошенькое сердце. Сердце пахнет очень хорошо. Класс. А также вот такое обалденнейшее легкое. Это легкое вот теленочка. Оно молодюсенькое. Пахнет вообще великолепно. И еще, естественно, это же рубец или требуха. Я всегда снимаю пленку из легких, из печенки, из сердечка, из почек. Пленку, где можно было, я снял. И теперь на несколько минут я кину легкое в кипяток, чтобы оно немножко жалось и с него вышла пена. Вот здесь выделяется из легких пена. Именно ради этого я и слегка прогреваю легкие, чтобы все вещи, какие там находились, вышли. Легкие уже остыли. Я их режу на очень мелкие кусочки, вот такие. Ни в коем случае я их не буду перекручивать на мясорубку, потому что вкус, именно когда кусочки будут порезаны, совершенно другой. И это хорошо. То же самое я сделаю с сердцем. Сердце я тоже снял пленочку. В сердце я снимаю весь жир. Я его буду использовать для обжарки чего-нибудь очень вкусненького. И точно так же сердечко я очень мелко порежу. Легкие это очень и очень дешевый суп-продукт. Не стоит экономить на нашем вкусе. Поэтому я все вот такие сосудики, какие не сосудики, а бронхи и что-то еще, я из легких повырезал, чтобы этих вещей было как можно меньше. Но в самом сердце еще есть вот такие очень жесткие клапана и какие-то еще вещи, которые абсолютно нам не нужны в готовом блюде. Поэтому вот эти все беленькие части, я их безжалостно вырезаю. Они будут несъедобными. Я уже порезал легкие сердечко и уже режу лучок. Также у меня есть обалденнейшая свиная сетка или сальник. Этот жирок даст хороший вкус блюду. В некоторых культурах используют желудок барана. Соответственно они используют курючный жир, а также легкие и сердечко барашка. Некоторые даже используют свиной желудок. Я вместе со своими помощниками нарезал вот так очень мелко и легкое, и сердечко, и лучок, и конечно же свиную сетку. И уже подготовил желудок. Я взял его и разрезал на вот такие небольшие кусочки, которые при складывании образуют красивые карманчики. И теперь я эти карманчики зашью с двух сторон. А в это отверстие буду накладывать фарш. Это разные отделы желудка. Но они все будут очень вкусные. Но как всегда, конечно же, не обойдется и без экспериментов. Дело в том, что очень много моих подписчиков, которые знают о таком блюде, говорят, что одним нравится именно вот такое блюдо с рисом, другим нравится с кукурузной мукой. А в русском национальном блюде няня добавляется не рис и мука, а именно гречка. Рис и гречку я замочил в водичке. Я их не варю. А вот здесь только что свежесмолотый черный перец вместе с тимьяном. Я все посыпаю в этой смесью перца и тимьяна, солю по вкусу. И зашиваем вот такие части требухи. И потом начинаем начинять. Вот здесь смесь фарша и риса. А здесь смесь фарша и гречки. А сюда я еще добавлю кукурузную муку. И будем экспериментировать. Я набиваю его, но не слишком плотно, потому что еще при термообработке эти рубцы будут сжиматься. Наконец, все мешочки уже зашиты. Вот такие красивые и обалденные. И как всегда, пахнет хорошо. Пахнет именно рубцом. Очень аппетитно. В этой руке у меня кастрюлька с толстым дном. А здесь тарелочка. Тарелочку я кладу в кастрюльку. А уже на тарелочку кладу все мешочки, какие мы пошили. Когда будет рубец вариться, то он будет выделять желатин. И если это все будет без тарелочки, то ко дну рубец прилипнет и пригорит. Все рубцы я складываю в кастрюлю и заливаю водой. Можно заливать кипятком, можно заливать холодной водой. Хотя, если честно, я не знаю, как правильно. А в этой стеклянной жаровне я буду готовить няню с гречневой кашей. Вот здесь прекраснейший утиный жир. Вот это вообще супер. Я жирком смазываю формочку. Няню с гречневой кашей. Конечно, настоящую няню, которую мы читали в Гоголе, еще добавляют голову с овечки. И желудок должен быть овечьим. Но что есть, то и есть. И сверху также аппетитно намазываю его утиным жирком. Я ставлю эту жаровню в духовку на температуру 140 градусов. Рубцы варятся. Для того, чтобы проверить их готовность, я специально добавил пару кусочков рубца, чтобы потом их попробовать. Сейчас самое время добавить сюда лук и морковку. Это обогатит вкус готового блюда. Если у вас рубец не слишком хорошо был очищен, и у него все-таки присутствует запах, который вам мало нравится, вы можете в самом начале кипения, когда только рубец закипел, эту водичку слить и залить новую. Так повторить 2-3 раза. Это очень хорошо освежает аромат рубца. А это у меня веточки лаврового дерева. Я в это блюдо добавляю еще и веточки. Друзья, пишите комментарии, что вы думаете, что именно готовите вы, что вам нравится. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте вот такие огромнейшие лайки. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.